Здравствуйте! В этом 2013 году Министерство культуры Российской Федерации предложило правительству внести целый пакет поправок в закон о пресечении незаконной деятельности в области археологии. Основная цель – оградить археологию от любителей. Позиция ученых – исторические артефакты под угрозой истребления. Сейчас число черных копателей в сотни раз превышает количество археологов. Позиция кладоискателей, поисковиков – любитель истории с металлоискателем – не преступник. А нарушение закона предусматривает от полмиллиона рублей штрафа до шести лет лишения свободы. В середине июля в разных регионах нашей страны кладоискатели, любители археологии провели общероссийский пикет и собрали подписи против введения поправок. Разобраться в новых законах и поговорить о делах копателей-поисковиков мы пригласили командира саперно-мемориальной команды Третий фронт Алексея Сухановского. Алексей, здравствуйте! Давайте немножко выслушаем ваше компетентное мнение по этому вопросу. Что это за законы? Кто подпадает под них? Изменение в закон, на мой взгляд, полезное, своевременное, но единственное, что пока он не учитывает очень многих реальностей жизни. Потому что поисковый мир, мир вольных копателей и мир черных археологов, если условно делить это сообщество на какие-то группы, он достаточно разветвленный и большой. И пока законодательство не вполне учитывает вот это разнообразие, ну и чехом, скажем, выписывают разные награды за такие инициативы. Копать или не копать? Можно или нет? В законе четко написано, что является археологическими раскопками, что является археологической находкой и что полагается за незаконное. В Министерство культуры, которое мы упомянули вначале, обращалось вначале не защитить наше археологическое наследие от вольных копателей, но защитить от варварства. Но это тоже нужно, да? Я думаю, что вот, что сверху у нас лежит, я думаю, что этот закон, нельзя его называть сырым эти изменения, нельзя его называть жестоким, нельзя называть недоработами. Просто потребуется время, чтобы это пришло в какую-то систему. Единственный минус, что в какой-то мере, наверное, пострадают люди, которые подпадут под чекиторияное желание увидеть этот закон в действии. А наказание очень серьезное. Металлоискатель пока еще на полку класть рано любителям, одиночкам. Я так понимаю, что археологическими раскопками можно считать какие-то масштабные вещи, незаконными раскопками, то, чем можно разрушить архитектурной памяти, стоянку первого человека. Я думаю, да, но усердие не имеет пределов, поэтому в основном вольнокопатели опасаются этого, потому что время идет, и монетка, которая сегодня не является археологическим предметом, является вещь не старше 100 лет. То, что было вчера, просто бросовые вещи, завтра она уже подлежит с точки зрения закона оценке. Она может не иметь стоимости, на неприятности может доставить. То есть надо каждому, в общем-то, внимательно прочитать закон и забраться? У меня, как у боевого археолога, есть определенность. У меня есть официальный документ, который удостоверяет мою легитимность. У меня есть разрешение на работу, я могу спокойно заниматься своим делом. У вольного копателя он остается в неведении, в таком, в некотором страхе. Ну, давайте теперь поближе к вашей организации. Вы ветеран копа, так, правильно? Опыт, такое слово, возникшее недавно, но больше разговорное. В 90-х годах возникло понятие военной археологии. Но я называю то, чем мы занимаемся, боевая археология, а конкретная деятельность, к которой мы сейчас пришли, наша команда, саперная, мемориальная деятельность. Потому что мы сейчас работаем только по гражданской войне интервенции, занимаемся мемориальной деятельностью, то есть увлековечиваем память павших защитников Севера, вне зависимости от стороны участия в конфликте, поиском останков, захоронением, пропагандой вот этого периода истории. А саперное действие заключается в сотрудничестве с саперами МЧС, взрывотехниками и поиске и уничтожении совместном с ними. У вас общественная организация, да? Да. Но ведь до гражданской войны, я знаю, что много было раскопков в Новгородской области, так называемой долине смерти, да? В общем-то, Новгородская долина смерти была на одной из территорий, где... Долго вы там работали? Да, мы там работали с 87-го года, и работы сейчас продолжаются, потому что люди лежат все еще там. Вот вы продолжаете работать в Новгородской области и на севере? Сейчас мы работаем только на севере, потому что объем очень большой, фактически мы открыли... Ну вот давайте об этом поподробнее. Когда вы начали, почему решили этим заниматься? Начали мы в 2004 году. Ну, эта тема как-то сама собой подошла, потому что было очень много каких-то рассказов местных жителей о том, что была война и, что называется, открылись глаза, потому что мы ездим за 3-9 земель с большими рюкзаками, с очень сложной логистикой. Здесь казалось, что у вас была большая война, по-настоящему большая под, что называется, под носом. Сначала мы занимались районом Шепелихи, это был последний рубеж сопротивления белых сил, перед тем, как пал Архангельск. Затем мы, благодаря архивам 339-го полка американцев, мы вышли на железнодорожный фронт. По картам, схемам 2019 года и по современным картам нашли район противостояния, где война стояла год. В 2007 году пришли туда и начали работать. Обнаружили на месте километры траншей непрерывных, уцелевшие блиндажи, большие участки леса, зараженные снарядами. Вот почему мы и занимаемся этим делом, уничтожением взрывоопасных предметов. Потому что сегодня это дикая территория, завтра там будет строительство или еще что-то. Такие вещи нельзя оставлять, потому что у снарядов возраста нет. Алексей, а почему этим никто не занимался раньше? Я думаю, что есть такое, на мой взгляд, понятие историческая культура или культура истории. Я пояснил. В лесу очень много, сидя вечерами у костров, разгорались дискуссии, кто был прав, белый или красный. Сейчас я командирской волей такие дискуссии прекратил, потому что разговаривать на эту тему просто исторически без культуре. Во-первых, потому что мы все потомки этих людей. А во-вторых, там не может быть ни правых, ни виноватых. Потому что у гражданской войны нет героев, там есть только жертвы. Люди, вовлеченные в это несчастье, участвовавшие в нем. Вот это то, что можно сказать об исторической культуре. А не занимались, почему у нас какие-то официальные органы, те же самые археологи, не заинтересовались этой темой? Почему не пришли в леса? Я поясню, эта война еще не подпадает под археологическую деятельность. Не исполнилось 100 лет. Вот будет в 2018 году 100 лет, тогда можно что-то уже говорить. Сейчас мы работаем, и в перспективе в этом боевом районе можно со временем сделать военно-исторический парк. Есть такой формат памяти, куда можно возить туристов. Еще раз, что это за район? Это район противостояния двух сил. Где это конкретно место? Это в районе станции Емца, Плесецкого района. Это железнодорожный фронт, это участок примерно около 4 километров вдоль железной дороги. А что нашли, и куда эти находки? Находки на линии фронта, как правило, достаточно однообразные. Это остатки инженерных принадлежностей, саперные лопатки, саперное колея, которыми крепились колючие заграждения, сами колея колючих заграждений, какие-то остатки солдатской амуниции, быта, котелки, пряжки. Очень много боеприпасов, не разорвавшихся. То, что мы регулярно находим и по итогам сезона сдаем саперам, как это полагается по документам. Уничтожением занимаются они, мы в этом участии не принимаем. Вы сдаете в музей находки? У нас свой музей, вернее, неразвернутый, кадрированный музей, так можно сказать. Эти находки, я повторю, что они достаточно однообразны, но они интересны тем, что часть из них несет на себе отпечаток человеческой личности. То есть, например, есть коллекция кружек, сделанных из консервных банок. Это очень примитивный быт, но очень, скажем, личностный. То есть, каждый хозяин эту консервную баночку оплетал проволокой на свой вкус, манер и мастерство. Были удивительные находки, когда нашли два пенала от английских винтовок для смазки частей винтовки. И когда достали оттуда из наглухо завернутой полости отверточку, на ней были следы масла. И вот как человек век назад потрогал руками вот эту полированную поверхность, капилляры так и остались на застывшем масле. То есть, за век государства ушли в небо. У вас там сердце начинает стучать, когда вы находите такие вещи? Да. Потому что, например, среди леса, перед траншеей, на нейтральной полосе, где ничему живому не было места в то время, мы нашли медную литую икону Георгия Победоносца. То есть, это тоже было откровение этого места. Ну, не случайно там поставили и часовню Богородицы, в честь иконы, иконы живоносный источник. Это очень интересное место, и мы называем местом силы. То есть, там нельзя быть слабым, нельзя быть распущенным, потому что мы идем и понимаем, что мы идем на войну. Не больше, не меньше? Не больше, не меньше, потому что мы все хотим обратно вернуться. Я не драматизирую, но там дикая местность. На ближайшее жилье 12 километров. То есть, любое неправильное поведение, которое приведет к увечью, к какой-то травме, оно просто срывает весь выход, весь патруль. А были такие случаи? Трагически взрывалось? Трагических не было. Но были неприятные вещи, когда человек крепко ранился ножом, например, и приходилось думать, что с этим делать. Ну, плюс дикие звери, плюс всякие ползучие гады. Вы в палатках живете, да? Как вообще вся эта работа? Мы приезжаем поездом, это наиболее удобно, туда дороги автомобильные нет, хорошие. Живем в палатках, поначалу жили в палатках очень долгое время, а сейчас построили избыль. На протяжении какого времени вы там находитесь? От двух дней до недели, до десяти дней. Не больше? Нет. Ну, а больше смысла нет, потому что это увлечение, это свободное время, которое мы отдаем лесу. Но это сезонная у вас деятельность, да? Сейчас круглогодичная, потому что... И зимой? Ну, потому что это уже целое хозяйство. Часовни, там, зонная отдыха. То есть там еще раскопки в Плесецком районе, около Ямца, там продолжаются? Железнодорожный фронт имеет протяженность 100 километров. Ширину этот фронт до километра. То есть это вот сейчас основное место вашего внимания? Нашей работы, да. Ну, мы 7 лет работаем, и пока не исчерпаны возможности исследований. А кого берете в свою команду? Вот можно прийти и сказать, я хочу. Ну, берем здравомыслящих людей, потихоньку приходим к тому, что нам не очень интересны люди, которые вот таким новичковым азартом захвачены пойти, там, накопать чего-нибудь, там, каких-нибудь патрончиков. Потому что найти что-то, это не самое главное. А что? Важно понять, что это был за район, как он был устроен, как он был сделан. Потому что, по сути, этот боевой район представляет собой маленькую лесную крепость. И все основное, это не только траншеи, это подступы к ним, это система просек, по которым двигались атакующие колонны. То есть вот вы уже представляете, как это все происходило, да? Перед вами уже картиночка складывается. Работая с исследователем, те, кто имеет возможность работать в архивах, хранящих арговая, мы с ними списываемся, вот какие-то эпизоды мелькают, ну, такие драматические, трагические, мы просто имея привязку к местности, современной до десятка метров, мы делаем выходы и находим место боя, место обстрела. То есть и находим, вот это, наверное, самый такой азартный момент сейчас, нежели вот копание в земле. Это, да, это, конечно, приятно найти, но эта радость в пяти минут, там, обладание какой-то вещью, а потом это уходит. Всегда приятно новичку подарить что-то из этого на память. Ну, в основном новичков нет, все-таки у сложившейся у вас команды. Вот к нам приходят зрелые люди, которые принимают наш стиль, наш образ жизни, наши отношения к лесу, наши отношения к дисциплине, к порядку. То есть это здравомыслящие, нормальные люди. Большая команда у вас? Ну, списочный состав где-то порядка 15 человек, а регулярный состав 4-6 человек. Потому что большая команда – это слишком большое хлопотное хозяйство. Ну, это вообще дорогое удовольствие, дорогое увлечение, нет? Нет, нет. Это все зависит от возможностей людей. Самая большая трата, наверное, на железнодорожный билет, ну, и на какие-то вещи, которые мы там делаем. На стройку, на оборудование. Ну, в основном все это лежит лично на людей, на членах команды, да? С самого начала мы работаем на добровольной основе, ну, и финансовом плане. То есть мы не… То, что нам полагается по поисковым, скажем, делам, финансовое снабжение, мы отказываемся, ну, в пользу. А черных копателей вообще встречали на протяжении вот своей поисковой деятельности, да? Да, да, да. А как, почему с ними расходиться? Мы, наоборот, встречаемся с ними. Это такие же люди, как мы с вами. Потому что если вы пойдете в лес, возьмете миноискатель, оденетесь… Меня назовут черным копателем. Ну, вам будет обидно, но зато вы поймете, что это такое. Ну, и меня тоже спрашивали, вы черные? Вот, хотя лицом… Вы говорите, вроде не черный. Ну, черный копатель – это, в общем-то, такой миф, созданный нашим же братом-журналистом. Вот, потому что это под спудом у нас сидит желание видеть какого-то соперника, врага, да? Давайте против кого будем дружить. Вы считаете, что их вообще не существует? Ну, как? Ну, как? Это определенный миф. Я называю черным копателем того, кто зарабатывает на этом, кто торгует смертью, так можно сказать, да? Тут возникает очень тонкий момент зависти и тонкий момент прямого криминала, потому что тех, кого показывают по телевизору, да, или тех, о ком пишут в газетах, человека поймали с арсеналом, взрывчатки, да, ну, хорошо, поймали. Есть такие, я не спорю, эти люди есть. То есть таких людей надо вычищать, они просто опасны, потому что они хранят, они сбывают. Вот. Другой вопрос человек, который продает. Я знаю таких ребят, они есть. Вот они находят, скажем, патроны, допустим, да, это то, что такая расхожая вещь, то, что продается. Они их обезвреживают, то есть удаляют порох, просверливают гильзу, ликвидируют капсель. И вот чистят, и в итоге они получаются готовый товар. Это уже не вещь, которая поднята с земли, значит, за страшные. Это вполне вещь копеечная, которая приятна каждому пацану или любителю истории. За счет таких людей пополняются и запасы военно-исторические клубы, реконструкторов, вот, которых мы видим. Потому что очень много из того, что мы видим на этих спектаклях, да, которые показывали, вот, например, и на День ВМФ, это все отчасти, это все отчасти от тех, кто вот ходит по лесам, болотам, собирает это. Потому что рисовать себе облик страшного, там, грязного, зубастого, значит, такого бармалея, ну, если очень хочется, пожалуйста, но это далеко от истины. Те, кого я встречал, ну, это простые люди, которые видят в этом какой-то приработок, заработок, это не более, это не заработок, это... То есть бизнес это превратит в... Нет, 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 конечно. Потому что монета найденная, скажем, в поле, монетка стоит там 100 рублей, 200 рублей, больше сожжет бензину, что называется. Я далек от того, что ко всем симпатиям относиться, потому что это больше на человеческие какие-то вещи расходятся, как себя эти люди ведут в лесу, как они относятся к безопасности. Я регулярно присутствую на форуме, антикварный охотник, это один из популярных форумов. То есть там людей, я представляю, кто они. Да, они себя говорят, мы нелегально, они отдают от себя отчет, самоидентификация. Да, мы черные копатели, они не обижаются на это, пусть так. Но я вижу, что останки солдат, которые они находят, и той, и другой стороны, они передают поисковикам официально, поскольку сами не имеют возможности такой. Вместе с тем, их надо уважать за то, что они не лезут под так называемую крышу поисковых отрядов. То есть они дальше работают не потому, что они плохие или им чего-то стыдно, они просто, у них своя линия жизни, своя линия леса, они видят так. Но вот они-то и боятся нового закона. Потому что они вне закона, закон их не учитывает. А им нужен этот закон? Нужно, чтобы их учитывали? Это же просто увлечение. Пока у них возмущение только, потому что отчести вызваны тем, что их не замечают. Их можно использовать. Я думаю, что разумная эта сила, которую надо использовать, с ней бессмысленно и не нужно, потому что это же наши люди. Они не против державы, они очень патриотичные люди. Они все-таки изучают то, что они делают, да? Естественно. Это совершенно просвещенные люди. Они простые люди, но они знают предмет. Потому что когда ты не знаешь что-то и выкладываешь на форуме, и просишь помощи, помощь стопроцентная. Это друзья в натуральном смысле. А у вас наверняка были какие-то неожиданные ситуации. Расскажите. Или сейчас, или когда вы в мясном бару работали. Неожиданная. Такие интересные, захватывающие. То, чего вы пришли, спланировали одно, а работа повернулась совершенно в другую сторону. Если говорить о большом, то, например, в этот район боевой, на Железнодорожном фронте, мы пришли с одними намерениями. Просто походить, посмотреть, поискать. А фактически я понимаю, что сейчас остались на очень долгое время. Мы не скоро оттуда уйдем. Потому что там действительно мы открыли свою фронтовую трою. А если кто-то другой войдет в этот район? Те же самые любители. Ну, там люди ходят, копают. Я думаю, этот район перекопан уже до нас поколениями. Потому что мы встречаем железнодорожников. К нам приезжают местные жители, семьями посмотреть на нашу часовню, на наше хозяйство. На экскурсии мы их проводим по районам. Там уже есть что смотреть, да? Да, там можно вполне водить туристов, показывать. Это очень интересно. Это, с одной стороны, кажется, что гражданская война, такая война луков и стрел. На самом деле, это та Первая мировая, которая была привезена сюда в полном объеме, включая самолеты, танки, химическое оружие, которое применялось здесь в полном размере. Больше нигде в России. Буквально в наше время север открывается нам. Да, это та страница истории, как в свое время был деревянный Архангельск. Кажется, все уже изучено, а тут вот. Да, это большая страница истории. Она коротенькая, понятная, но она увлекательная, потому что она связывает со всем миром. На севере воевали люди восьми наций. И это то, что сейчас нас впрямую, ну, такой страшный, кровавый страниц. Дай Бог, чтобы это не пропало, не знали об этом несколько там человек, а чтобы как-то это было широко. Почему у нас отряды занимаются мемориальной деятельностью, просветительской деятельностью? Да, наверное, еще подвязать какие-то структуры надо к этому. Ну, я думаю, Господь даст людей. Это всегда так случалось к хорошим людям. Мы придем, и они придут. Вы же за вот это время, которое вы занимаетесь поисковой работой, нашли массу медальонов. Похоронили тоже не один десяток солдат, останков. Да, вот с почестями их похоронили. Есть цифра? Можете назвать? Считали? Я такого счета не вел. Ну, он там нелепо, наверное, было бы вести такой счет. Ну, и невозможно, потому что не один ты находишь. Потому что ты можешь просто найти останки, а раскопки передать товарищу или младшему коллеге, что там как-то. А первый раз, когда вот пришли на эти поля? Это 87-го года, 17-го мая, запомню этот день. Первые шаги были такие, как последние, потому что все много слышали о минах, о прочих неприятностях, поле боя. Ну, в этот день это меня пригласил съездить в Мясный Бор, в Долину Смерти, мой однокурсник, и мой учитель по жизни Александр Иванович Орлов, один из первых поисковиков России. Мы поехали, и из этого леса я уже вышел, нельзя сказать, что другим человеком, вышел человеком, принявшим решение в жизни. То есть я стал заниматься памятью, то есть искать и хоронить этих солдат. Я увидел поле полное, ямок. Я знал, что в каждой ямке лежат люди, и я представил, сколько таких полей по России, попавшей под войну. Ну, это воображение сыграло такую роль. Ну, я решил, вот как говорят громко, решил по свете. Ну, да, я ничем не занимался на тот момент вот таким большим. У меня не было хобби ярко выражено. Я решил, что это настоящее дело, и какая-то гражданство, если, наверное, воспитанное в советское время, было во мне. Я решил, что это да, это надо этим. Нельзя так, чтобы люди, которые за тебя погибли, они валялись за тебя под ногами, чтобы ты собирал по ним грибы, ягоды. Много в Архангельской области поисковых отрядов? Я так думаю, что в каждом городе, теперь в каждом городе численность поисковых отрядов разная. Вы с ними взаимодействуете? Ну, сейчас в меньшей степени, потому что мы разными занимаемся темами. Это мои друзья, мои товарищи, боевые коллеги. Вы как-то деятельность поисковых отрядах, хотя бы в Архангельской области, она как-то координируется? Да, есть центр патриотического воспитания. Эта деятельность находится под контролем государства, потому что выезжая на раскопки, на поиск в другие регионы, проводится соответствующая процедура с оформлением правоохранительных органов, в органах местной администрации и так далее. То есть организовать не так просто? Ну да, ты должен быть прозрачным и легитимным человеком. И, наверное, не каждому это будет дозволено. Потому что были случаи, когда в ряды поисковых отрядов так или иначе проникали или были приняты люди, которые доставили немало неприятных минут, такое тоже было. И это тоже надо было пережить, чтобы понять, кто идет. А вам нужна помощь государству в вашей работе? Я думаю, что государство — это механизм. Государственных органов. Государство — это механизм, это надо понимать. И помощь нужна определенная. Потому что нельзя, наверное, скажем, государству давать полные бразды, чтобы оно под свой формат делало. Контролировалось, ограничено. Да, потому что это плохо. Как государственное управление всегда не очень эффективно. Ведь всегда частник. Потому что память, ее можно сравнить с какой-то грядкой. Как я говорю, зачем вы это делаете? Память — это та грядка, которой нужно каждый день пропалывать, что-то сорняки выдирать. Это невозможно делать механически. Потому что это превратится просто в ритуал. Почему немножко я охладел поиску по Великой Отечественной войне? Там ничего не меняется годами. То есть нет вот, скажем, такой разветвленной, разветвленного поиска, какой-то более глубокого понимания, более масштабной вещи. То есть нашли, отпели, похоронили. А что бы вы хотели? То, чем сейчас я занимаюсь. Работа по интервенциям такую возможность дает. Связывает с людьми, с которыми ты никогда бы в жизни не встретился. То есть с людьми в других странах. Они сюда приезжают. Сейчас в августе приедет группа британцев. Вот в эти места? Да, да, да. У них погиб один из родственников. Это внуки английского солдата, погибшего здесь. Вы установили этого солдата? Нет, они просто приедут поклониться земле. Но они точно знают, что он здесь погиб? Да, есть место, где он убит. Неизвестно, где он похоронен, может быть. Но мы их съездим, покажем. Вот эти траншеи, эти укрепления. Вот насколько? Это культура памяти в этом проявляется. Люди даже в преклонном возрасте, не скажу, что имеют возможность, имеют потребность съездить. Это да. И чувствуешь уже удовлетворение от работы? Я чувствую ответственность. То есть я должен сводить людей на фронт, показать им это место и вернуть их в мирную жизнь живыми и здоровыми. Спасибо, Алексей. И несколько коротких вопросов. Военная археология – это хобби или наука? Ну, вы уже практически ответили на этот вопрос. Я думаю, что это слияние. То, чем я занимаюсь, это боевая археология. Потому что я придаю этому занятию степень опасности, которую я осознаю. Это все-таки слияние, сплав того и другого. Самая крупная находка за все эти годы? Авиационный двигатель и самое тяжелое. Где нашли? Два двигателя мы вывезли из-под Бабанегова и один из-под Свизьмы. И принадлежали эти двигатели? Один с самолету «Ара-Кобра», второго «Гвиап», а второй с… Это каких времен? Времен войны. Отечественной или гражданской? Да, времен отечественной войны. А мечта бойца-поисковика, боевого археолога Сергея Сухановского, хотя бы на ближайшую пятилетку? Ой, Алексея Сухановского, извините. Всегда быть в бою. Чтобы наш лес был с нами, и с нами были те люди, которых мы любим, доверяем, на которых надеемся. Пишите книгу о своей поисковой жизни? По мере сил, да. Когда выйдет? Я думаю, что скоро. Спасибо, Алексей. Ученые подсчитали, что в настоящее время на Земле спрятано сокровищ более чем на 900 миллиардов долларов. Охотникам закладами и есть что поискать. Вот только найти золотую середину в принятии законов, где официальная археология тесно сотрудничает с любителями металлодетекторного поиска. Такие вот дела. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»